Начну ролик с достаточно длинного вступления, но поверьте, оно очень важное. В начале года я принимал участие в большой встрече участников рынка ИЖС, представителей строительных и девелоперских компаний, которые строят индивидуальные дома в Подмосковье и коттеджные поселки. Это была такая, так называемая, форсайт-сессия. Около ста профессионалов рынка устремили свой взгляд в будущее, и вместе мы прогнозировали проблемы и угрозы, с которыми нам придется столкнуться. И какими способами этим угрозам можно противостоять. К моему удивлению, большинством голосов строители увидели главную угрозу своему бизнесу в появлении на рынке малоэтажного жилищного строительства крупных девелоперов. В самом деле, до сегодняшнего дня практически не было на рынке игроков, которые застраивали бы тысячу гектаров одновременно в Подмосковье. Самым крупным, наверное, можно назвать с натяжкой, с такой, Вилла Джойстейль. Но за 15 лет они весь свой земельный банк реализовали. И да и то значительную часть участков они продавали без подряда на строительство. А это было как раз для небольших строительных компаний, прямо манной небесной. Огромные объемы работ и высокая платежеспособность заказчиков. Но Вилла Джо – это такой премиум сегмент. А сейчас первый такой вот крупный застройщик появился в массовом сегменте. Это строительная группа «Самолет». Ну, вторая компания по объемам строительства многоэтажного жилья в московском регионе. Они начали строительство огромного комплекса индивидуальных домов на Дмитровском шоссе под названием «Дмитров дом». Это самый крупный проект с индивидуальными домами в Подмосковье. Ну, и, возможно, вообще во всей России. Мы внимательно его изучили. Я там побывал внутри. И сейчас вам о нем расскажу и покажу. Напоминаю, что просмотр ролика платный. Валюта – ваш лайк под видео, подписка на канал и кнопка колокольчик. Для вас, надеюсь, это не очень дорого. А для нас продвижение канала очень важно. Ну, и налогами такой платеж не облагается. Ну, а в конце ролика я расскажу про то, как строители решили бороться с такими крупными конкурентами. Так что смотреть надо до конца. Для начала параметры проекта. Всего за 12-13 лет должно быть застроено около 1000 гектаров. И построена очень богатая инфраструктура. Причем, что очень важно, инфраструктура передается муниципалитету. И пользование будет для всех бесплатным. Школа более чем на 1000 мест. Три детских садика, стадионы, спортивный комплекс. Ну, и коммерция будет в виде рынка, магазинов, торговых галерей. Ну, и так далее. Все как в небольшом городе. Ну, и одновременно застраивать такую огромную территорию, конечно, невозможно. Поэтому первый этап, примерно в 180 гектар, разбит на несколько очередей. Сейчас продают первую и вторую очереди всего 130 домов. Я говорю всего. Но для понимания зрителей, 130-150 домов – это среднестатистический коттеджный поселок в Подмосковье, который обычно строится, ну, как минимум, 3-5 лет. А иногда его строительство затягивается еще на подольше. Ну, приведу в пример наш поселок Огниково парк. Там около 200 участков без подряда на строительство, со всеми центральными коммуникациями. Начали мы строительство в 2008 году, а последние участки продавали в 22-м году. Ну, и сейчас застроен он, наверное, процентов на 70-80. А самолет первые 130 домов обещает сдать до весны 24-го года. То есть построить за год и коммуникации, и дома, и провести благоустройство, и сдать первые объекты инфраструктуры. Причем первые 77 домов должны быть сданы вообще до конца ноября 23-го года. Ну, и уточню, что все строительство началось фактически в марте 23-го года. За 8 месяцев 77 домов. И еще раз подчеркну, что сдаются все дома с отделкой под ключ, с благоустроенными улицами и действующими центральными коммуникациями. Ну, и тоже уточню, хотя, наверное, это и так понятно, что водопровод и канализация, и газ централизованные. Никаких там септиков, скважин, ничего такого. Ну, и еще про сами дома. Они довольно бюджетные. Есть дома из газоблоков, а есть дома из префаб-панелей. То есть на заводе фирмы Тамак делаются на деревянном каркасе утепленные панели, их привозят на место и устанавливают на подготовленном фундаменте. Внешне и изнутри сказать, из чего построен дом, нельзя. Все дома двухэтажные. Участки от 5 до 9 соток. В массе участки, конечно, такие, 5-6 соток. Дома называются как размеры одежды. Очень прикольно, кстати. S, XS, L и так далее. Размеры домов от 100 до 230 метров. Но это строительная площадь. С учетом лестницы, перегородок, площадь может уменьшиться процентов на 15. Так что дом 104 метра превращается в 87, если обмерять готовый дом с отделкой. Я, если честно, не излучал договор, который заключается с потенциальным покупателем. Поэтому, как такое расхождение в дальнейшем урегулируется, сказать не могу. Но это, на самом деле, стандартная практика в загородном строительстве. Строительные жилая площади различаются иногда довольно сильно. Но в рекламе все, разумеется, указывают такую большую строительную площадь. Отделка домов, на самом деле, достаточно простая. Ну, вполне качественная. Там ламинат, в санузлах недорогая плитка и бюджетная сантехника. Лестница из сосны. Теперь, наверное, самое главное – стоимость. В рекламных материалах стоит цена от чуть меньше, чем 14 миллионов рублей. Но на сайте в конце мая обнаружить дома по такой цене мне уже не удалось. Менеджер сказала, что самые дешевые дома быстро разобрали. Но во второй очереди могут предложить дом от 14 уже с небольшим – миллионов рублей. Ну, а на сайте дом площадью 104 метра на 5 сотках стоит уже минимум 15 с лишним миллионов. В общем, надо ехать и уже предметно торговаться, если решите покупать. Теперь хочу поделиться личными впечатлениями. Строительный процесс мне очень понравился. Застройщик крупный, имеет большой опыт в организации многоэтажного строительства и переносит этот опыт в ИЖС. Вход на стройку по электронным пропускам, рабочие выглядят аккуратно, техника безопасности строго соблюдается. Когда я попросился выйти за территорию участка, чтобы полностью сфотографировать дом, менеджер попросил меня этого не делать. Везде, говорит, камера ее могут оштрафовать на 30 тысяч, если она это допустит. Так что целиком снять готовый дом с главного фасада у меня не получилось. Я был один посетитель в офисе продаж, и менеджер меня обрабатывал, наверное, минут 40. Так что процесс продаж тоже на высоком уровне. Помните, в начале ролика я говорил, что мелкие строительные фирмы считают выход крупных застройщиков такой вот угрозой для своей дальнейшей работы. Так вот, организации строительства и его скорости точно надо учиться у самолета. Еще один несомненный плюс. Продажи осуществляются по 214-му федеральному закону с использованием счетов и скроу, что дает дополнительные гарантии покупателям. Ну и в подавляющем большинстве случаев на рынке ИЖС используются всякие схемы с индивидуальными предпринимателями, что, в общем, не нарушает, конечно, закон, но некоторые риски для покупателей возникают. Продажи вот по 214-му фэзэ, как многоквартирных домах, конечно, тоже определенное новаторство. Ну и несомненный плюс в индивидуальном жилищном строительстве. Но еще надо сказать, конечно, про стоимость обслуживания. Она предполагается в районе 9 тысяч рублей с дома. Ну и плюс оплата по счетчикам за электричество, газ там и так далее. Это на самом деле немало, конечно. Но дороги чистить надо, в парках стричь кусты и газоны тоже надо. Ну вот каворкинг, опять же, предполагается бесплатный для жителей. Но стоимость обслуживания не эконом-класса, конечно. Для сравнения, в наших поселках Поляна и Огниково парк членские взносы около 3 тысяч рублей в месяц. В три раза меньше. Это была большая бочка меда и похвалы в адрес Дмитров дома. Ну, теперь будем добавлять ложку дегтя. Как говорят наши многомудрые и уважаемые западные партнеры, стоимость недвижимости определяются только тремя параметрами. Локейшн, локейшн и еще раз локейшн. По-русски место, место, еще раз место. Само по себе место, где расположен Дмитров дом, довольно красивое. В первую очередь проект расположен на таком высоком холме. И пока она не застроена, виды открываются просто шикарно. Там на окрестные реки и долы. Но это далеко не самое престижное Дмитровское шоссе. Местами оно узковатое, со светофорами. И это 60 с небольшим километров от МКАД. Ну и 10 километров до ближайшей станции в городе Дмитров. Платежеспособный спрос на дома за 15-20 миллионов, как ни крути, сосредоточен в Москве. И работа основная также в Москве. Так вот, до МКАД на машине добираться больше часа. Ну, сегодня я ехал час 15. Ну, а в час пик, я думаю, все два часа будет. До электрички в Дмитрове тоже доехать надо. Хоть и автобусная остановка предусмотрена у въезда в поселок. Но на автобусе минут 20-25 до станции ехать. Ну, а потом еще полтора часа на электричке до Савеловского вокзала. Ну, конечно, продавцы говорят про работу на удаленке. И даже предусмотрели, вот как я говорил, на территории первой очереди, каворкин, который будет бесплатный для жителей. Но на удаленке далеко не все работают. Так что близость к Москве зачастую такой определяющий фактор при выборе недвижимости. На нашем канале вся информация подается в сжатом виде без воды. Как говорится, коротко и по существу. Если вас такой формат устраивает, еще раз призываю подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы еще не. Лайк видео, я надеюсь, вы уже поставили. Но вот такой формат подачи не позволяет углубиться в какие-то нюансы и детали. Пишите в комментариях, какие у вас есть вопросы и вообще свое мнение о проекте. Ваши комментарии часто ложатся в основу наших новых роликов. Ну а мы, кстати, регулярно совершаем объезд поселков, героев наших выпусков. И в конце года обязательно еще раз посетим Дмитров дом. Ну, чтобы доложить нашим зрителям, как идет процесс строительства. Сдали ли первую очередь, например. Ну и покажем, как она выглядит. Не на рендерах рекламных, а вживую. Мне, честно говоря, очень интересно. Этот поселок, мне кажется, такой модельный. Если все получится, я уверен, что всю отрасль ЛЖС в ближайшем будущем будет ждать очень большие перемены. Строительство и продажи поселков будут массово идти с использованием проектного финансирования счетов и скроу. А скорость строительства заметно вырастет. Это, кстати, вполне реально. Темпы индивидуального жилищного строительства растут. Сейчас вообще общая доля ввода в эксплуатацию индивидуальных домов выше, чем многоквартирных. Ну и про продажи в поселке Дмитров дом. Раскупают дома довольно быстро. Со слов менеджера по продажам, из первых 130 лотов за три месяца продано 50. И сейчас на сайте застройщиков продается 80 объектов в первой и второй очередях. Ну, 80 из всего 130, напомню. Ну и еще. Все всегда познается в сравнении. Прямо напротив Дмитров дома расположился поселок такого суперэконом-класса Дмитровские сады. Стоимость земли с электричеством от 75 тысяч за сотку. 8 соток продают за 600 тысяч рублей. Можно купить участок, построить такой же дом, вот 100-120 метров. Я думаю, что под ключ он обойдется миллионов в 8-9. И получить недвижимость в полтора раза дешевле. Инфраструктуру самолет для всех построят. Ну, я имею в виду школу, садик, магазины. Да, придется скважину или колодец рыть и септик устанавливать. Ну и скверы и благоустройство будут только для жителей Дмитров дома. Ну, а у вас за границей вашего участка будет ждать подразбитая дорога и асфальтовые крошки, например. Ну, зато коммунальные взносы платить не надо. Так что, думаю, кто-то со временем так и поступит. Большинство наших граждан в первую очередь смотрят на цену. Так что уверен, продажи в этих Дмитровских садах должны увеличиться. Ну и цена на землю вокруг будет тоже расти. Но это в случае успеха проекта Дмитров дом. Про поселки эконом-класса, кстати, на нашем канале есть ролик. Ссылку оставлю в описании. Но лично мне, конечно, милее Дмитров дом. И если бы строительство велось поближе к Москве, ну, я бы, наверное, серьезно рассматривал покупку там недвижимости. Я не просто так показал эти Дмитровские сады. Большинство коттеджных поселков сейчас строится именно вот так вот. И народ покупает там землю и строит дома. Особенно вот не для постоянного проживания, а для дачи. И небольшие строительные фирмы, о которых я говорил вот в начале ролика, как раз опасаются, что модель девелопмента самолета вытеснит массовую модель вот таких вот поселков с участками без подряда. Где они всегда могли найти заказчика. Ведь в цивилизованном мире как раз победила модель самолета. Ну и я обещал рассказать, что решили строители на форсайт-сессии, где они единогласно практически определили таких девелоперов, как самолет, своей главной угрозой. Самый популярный ответ был, ну, если у них все получится, пойдем к ним субподрядчиками. Ну, конечно, в душе некоторые бы так, наверное, хотели, чтобы эксперимент самолета не удался. Ну, а вы как считаете, купите себе дом в таком вот поселке, полностью благоустроенном, но достаточно далеко от города?